В Россию вернулась немецкая марка Opel. 16 декабря заказы принимают дилеры в 8 городах. Три в Москве, два в Петербурге и по одному в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополя. Итого 11 дилеров, но уже к концу следующего года их станет вдвое больше. Это было мое решение. Opel выходит за пределы Европы и становится глобальным брендом. В России Opel был успешным и сохранил крепкий имидж. Поэтому с моей стороны был четкий запрос, чтобы Opel вернулся в Россию как можно скорее. Модельный ряд, как и ожидалось, пока состоит из двух семейств. Импортировать к нам будут кроссовер Grandland X, который вышел на мировой рынок два года назад. Машина основана на платформе EMP2. Такую же используют Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. В Европе у Grandland довольно много моторов, включая дизели и подключаемый гибрид. В России модель стартует с единственным турбомотором 1.6 и шестиступенчатым автоматом. В передней подвеске – стойки Макферсона. В задней – полузависимая балка на пружинах. Полный привод не предусмотрен. Вторая модель – это микроавтобус Zafira Life, который уже выпускается в Калуге вместе с братьями-близнецами от Peugeot и Citroen. Zafira предложена в двух вариантах колесной базы. У обеих версий – двухлитровый дизель с шестиступенчатым автоматом. В следующем году гамму пополнит грузовой фургон Opel Vivara. И далее марка намерена представлять в России новинки каждый год. Продолжение следует...